МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокая стоимость импортного оборудования мешает широко распространить в России новейшие методы диагностики и терапии. Создать медицинское оборудование и программные продукты, которые делают эти технологии доступными для российских пациентов, удалось петербургской компании «Электрон». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если мы возьмем лабораторные исследования, и исследования, которым получают изображения, ультразвуковые и рентгеновские, то это два кита, на которых лежит современная медицина. Естественно, сама по себе медицина – это всего-навсего такие две опоры. Из получения изображений, это сегодня, пожалуй, одинаковый вес имеет, ультразвуковые технологии и рентгеновские магниторезонансные технологии. Переоценить совершенно невозможно. Многие болезни мы вообще знаем постольку, поскольку компьютерная магниторезонансная томография позволяет нам что-то увидеть. «Электрон» – одна из российских компаний, которая разрабатывает и продает рентгеновское оборудование. Ее основал сотрудник Ленинградского оптико-механического объединения Михаил Линсон. Он участвовал в разработке передвижных телевизионных станций и телекамер, но в какой-то момент решил реализовать свои идеи в новой области. В 1989 году он вместе с коллегами основал кооператив «Электрон». Я тоже в 8 часов утра приходил на работу, вешал свой пиджак. Четверо девятого я уходил с работы, а в 7-5 я приходил, одевал пиджак. Поэтому, в общем, как будто я был на работе. Все-таки, когда мы работали на советском предприятии, мы знали, что там какая-никакая зарплата идет. Семья есть, семью кормить надо. А здесь, если ты уходишь в свободное плавание, все зависит только от тебя, больше ни от кого. Параллельно с работой в ЛОМА сотрудники кооператива начали создавать систему визуализации для эндоскопов – видеоприставку, которая позволила врачам изучать внутренние органы пациента на экране монитора. Первое время собственное предприятие было больше увлечением, чем средством заработка. На кухню одного мы паяли, на кухню другого мы точили, поставили небольшой токарный станочек. Значит, на кухне третьего разрабатывали оптику. Потом сняли одну комнату в подвале, на водопроводном переулке. Тогда нам казалось, что это уже хоромы. Потом я не забуду того чувства, когда первый стул, я не помню, принес из магазина или из дома. В свободное плавание Михаил Элинсон решился уйти уже через год. Как раз тогда электрон от изготовления эндоскопических камер перешел к производству оборудования для лапароскопии. Этот метод проведения хирургических операций уже давно был известен на Западе, но в России только набирал популярность. В отличие от травмирующих полосных операций, новая технология позволяла хирургу добраться до любого органа через маленькие надрезы. Импортное оборудование могло позволить себе далеко не каждая больница, а техника электрона стоила значительно дешевле. Компания продала несколько тысяч лапароскопических стоек благодаря тому, что вовремя освоила новую нишу на рынке. Мы делаем то, что нужно клиенту, и у нашей компании есть такой слой, определять, лидировать, предвосхищать. Соответственно, когда мы делаем нашу продукцию, то, по сути, наш потребитель еще зачастую не может сформулировать, что он бы хотел именно вот то-то, то-то, то-то и то-то. Но он понимает, что ему хочется, чтобы здесь было удобнее, и там было удобнее, и здесь какие-то вопросы у него есть. Когда мы выдаем новый продукт, то этот продукт решает целый ряд каких-то задач, которые есть у потребителя. Со временем инженеры электрона поняли, что лапароскопия – довольно узкая область, и решили развивать новое для себя направление – рентгеноскопию. Сначала речь шла об усовершенствовании советской техники, для работы с которой врачам нужна была настоящая фотолаборатория. Рентгеновские снимки требовали проявки, а на это уходило много времени. Компания разослала больницам письма с предложением ускорить этот процесс и сразу выводить снимки на экран. Первыми откликнулись мурманские медики. Их аппарат пришлось везти из Заполярья на доработку в Петербург, едва ли не на перекладных. Привозили мы аппарат этот, но тогда у нас не было ни средств каких-то свободных, еще что-то мы все делали своими руками, своими средствами. У всех были машины, прицеп был. Приехали в Мурманск на прицепе, на «Жигулях», поставили аппарат и вот по заснеженным дорогам привезли его в Петербург. В 1993 году «Электрон» предложил медицинским центрам рентгеновские аппараты собственного производства. Их создали с нуля. Доступа к импортной элементной базе у российских производителей не было. Но к этому моменту в коллектив влилось уже несколько десятков выходцев из конструкторских бюро ленинградских оборонных предприятий. Это были инженеры практики, умеющие воплощать чертежи в железе, запускать свои разработки в производство под надзором придирчивых комиссий Министерства обороны. Важно не только собрать звезд. Может быть, это будут не звезды, а может быть, это будут просто профессиональные люди. Важно то, как работает команда. Соответственно, здесь очень важен элемент, чтобы каждый находился на своем месте. В 1998 году «Электрон» освоил выпуск рентгенодиагностических аппаратов. Компания заняла нишу, которую освободили три старых советских завода рентгеновской техники, не сумевшие выжить в рыночных условиях. Годом позже «Электроновцы» сделали под своей маркой цифровую флюорографическую камеру – рентгенодиагностический аппарат для снимков грудной клетки. Новые разработки позволили предприятию с 1998 по 2003 годы двукратно увеличить прибыль. Чем хорош пресловутый капитализм? Тем, что если туда входишь с нужным товаром, у тебя начинают его покупать. Более того, если это даже новый товар, который до этого не существовал, то можешь создавать этим, создавать рынок. Компания «Электрон» не создает рынок, она не создает принципиально новых аппаратов, но это нормальные инженеры, которые с помощью своих мозгов и нормального бизнес-развития создают аппараты, которые востребованы на рынке. Развитие компании во многом стимулировали государственные заказы. В конце 90-х Минздрав в рамках программы по борьбе с туберкулезом заказал отечественным производителям сразу несколько сотен флюорографов, чтобы оснастить ими все тубдиспансеры и поликлиники страны. Здесь был такой некий челлендж, когда государство сказало, что нужно за три месяца произвести 400 систем. Казалось полным безумием, как это возможно. Но, тем не менее, это дало возможность мобилизировать все силы и поставить новую технологию, которая позволила за короткий промежуток времени производить большое количество оборудования с высоким качеством. Ситуация с обеспечением медицинских учреждений не только современным, да и вообще каким-либо оборудованием в то время была плачевной. Многие врачи даже не знали, как выглядит новый рентгеновский аппарат. Была замечательная выставка, и народу на этой выставке не было почти никого. У нас стоял такой маленький ноутбук Тошиба, и был большой плакат, и на нем был нарисован флюорограф, который предназначен для исследования органов дыхания. И после того, как три часа не было вообще никого, пришла какая-то бабушка, говорит, сынки, я последние 30 лет флюорографию не проходила. Я вижу у вас флюорограф, нельзя ли ее пройти? Мы посмотрели, переглянулись с моим коллегой и поняли, что бабушку расстраивать не стоит. Завели ее за плакат. Сказали бабушке, вдохните, пожалуйста, не дышите. Снимаем. Смотрели, и сказали бабушке, не переживайте, все у вас хорошо. Однако для успеха в бизнесе мало было думать только о развитии технологий. Нужно было совершенствовать сервисное обслуживание. «Электрон» стал чуть ли не единственной компанией в этой нише, которая, продав аппарат, всего за неделю готовила его к работе и обучала персонал. Самое главное для рентгеновской оборудования – это высокое качество исследования и скорость этого исследования. И нам, конечно, немаловажно программное обеспечение. Оно должно быть на русском языке, оно должно быть максимально простым, и оно должно позволять нам производить максимальное измерение и позиционирование снимков. Сегодня в «Электроне» работает около 600 человек. Продукции экспортируются больше, чем в 30 стран мира. Географию продаж помогли серьезно расширить деловые связи сына основателя компании – Александра Эллинсона, который во второй половине 90-х стал главным исполнительным директором «Электрона». Мы начали экспортировать с 1998 года, и такие развитые страны, как страны Европейского Союза, это и Германия, и Франция, и Италия, Испания, и Соединенные Штаты Америки, и Япония, и Китай, и Индия. Сегодня мы активно осваиваем рынки Латинской Америки. Мы на сегодняшний день являемся международной компанией и очень активно работаем в поставках абсолютно по всему миру. Вместе с тем «Электрон» стал крупнейшим в стране интегратором рентгеновского оборудования. Компания «Интегратор» от латинского «Интегратио» – «Восстановление». Компания, выпускающая конечный продукт из материалов программного обеспечения и комплектующих, разработанных в разных странах мира различными производителями. Свои лучшие технологические решения компания объединила с модулями, произведенными в других странах. К примеру, современный рентген – это не просто прибор для получения изображений. Это еще особая оптика, специальный стол, оборудование для позиционирования пациента, климат-контроль и многое другое. Все эти компоненты на «Электроне» собирают в единую систему, с которой сразу могут работать врачи. Их опыт международной кооперации, обновления своего модельного ряда, выпуска все новых приборов, он впечатляет. Это происходит буквально на глазах год за годом. Думаю, что это еще очень хороший показатель того, что у нас есть возможности не только в пресловутой оборонке, не только там, где строят подводные лодки и ракеты. У нас нормальные инженеры есть везде, в том числе вот в таком вот медицинском приборостроении. Инженеры «Электрона» легко интегрируют сложные рентгеновские комплексы из своих и чужих модулей, а в некоторых случаях берут на себя еще и функцию инжиниринга. Такая стратегия обеспечила компании прорыв. В 2010 году «Электрон» вошел в первую десятку ведущих мировых производителей, комплектующих для рентгеновской техники. К тому моменту оборот компании достиг 50 миллионов долларов, а объем экспорта – 8 миллионов долларов. Диапазон цифровых приемников, который мы производим, очень широкий, начиная от простых систем для рентгенографии, заканчивая самыми сложными для маммографии. В данный момент, например, наша компания сейчас выиграла конкурс, который проводил Министерство промышленности и торговли, и мы будем разрабатывать абсолютно новый детектор для ангиографии. Как раз это те исследования, которые сегодня так востребованы в нашей стране, то направление, которое начинает активно развиваться. В 2009 году «Электрон» создал первый отечественный ангиограф – специальный аппарат, который позволяет проводить сложнейшие операции на сосудах. А уже через год вместе с компанией «Филипс» началось производство компьютерных томографов. Партнеры инвестировали в проект 600 миллионов рублей на паритетных началах и намерены за три года занять 25% российского рынка этого медицинского оборудования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова